Привет всем подписчикам канала Trail Running School. Сегодня мы хотим вам рассказать, как бегать по ровным участкам. В беге пересеченной местности, большую часть гонки, нам встречаются подъемы и спуски, но также встречается много равнинных участков. Существует несколько основных правил, которые вы должны придерживаться. Сейчас мы вам расскажем. Первое правило это положение корпуса. Корпус у нас должен быть подан вперед, при этом плечи не должны быть развернуты назад. Мы подаем корпус вперед и начинаем движение. Второе правило это положение рук. Руки у нас должны находиться в районе талии, либо чуть-чуть выше. Они не должны у нас быть прямыми при беге. Если они у нас в таком положении, то мы руками не работаем. Руки у нас находятся в этом положении, они работают с такой же амплитудой, что и ноги. Третье правило это положение таза. Мы должны вспомнить про наши косточки, которые находятся здесь. Их мы должны подать вперед. Но при этом не забываем про первое правило. То есть если мы их будем подавать вперед, у нас автоматически будет назад кидываться спина. Нам этого не нужно делать. У нас должен быть корпус подан вперед. И косточки также должны, именно мы их заставляем, чтобы они были поданы вперед. Четвертое правило это работа стоп. Мы должны в первую очередь приземляться на переднюю часть стопы, только потом мы переходим полностью на всю стопу. То есть можем опуститься на пятку. При этом у нас должна быть идти такая работа стопы, как перекат. Перекат и при беге мы не должны сокращать длину шага. То есть у нас должен быть бег расслабленный и чуть тянем носок вперед, при этом голень выпрямляем. Итак, мы разобрали четыре основных правила. Первое правило это положение корпуса. Запомните, у многих такая ошибка, что корпус откинут назад. Вы должны плечи подавать вперед. Вот, предположим, вы встали, у вас ровный участок. Руки у вас на уровне талии или немножко выше. Вы подали корпус вперед, кости тоже немножко вперед, тазовые. И начинаем падать. И подставляем ноги. Вот такое положение у нас должно быть постоянно во время бега. На каждый шаг вы просто должны подставлять ноги. Чем меньше вы энергозатрат будете тратить, тем эффективнее ваш будет бег. Тем более, когда очень длинные гонки, когда мы сбежали спуск, подъем, потом у нас равнинный участок. И нам нужно переключиться, мы задействуем другие мышцы. Но мы должны расслабляться, мы должны дать восстановиться нашим мышцам, которые задействуются в гору, с горы. Соответственно, нужно просто подставлять ноги, бежать и экономить силы. Тренируйтесь правильно, смотрите наши обучающие видеоролики на канале Trail Running School.